Давайте сразу с вопросов. Пожалуйста, только просьба, вопросы по игре и представляйтесь. Роман, пожалуйста. С победой. Роман Романов, ProSportInfo. Дэйн, уже не в первом матче вы делаете замены сразу после перерыва. Поначалу в Оренбурге показалось, может быть, вы недоволен действенным игроком. Игра была такая соответствующая. А сегодня же в игре вроде все нормально. Это ваш тренерский стиль? То есть у вас нет привязки, когда делать замену? Потому что бывает, что после перерыва считается ранней заменой. Футболисты бывают недовольны. Поподробнее расскажите, пожалуйста, о вашем подходе к этому и как вы это футболистам доносите. В частности, по сегодняшнему матчу. Спасибо. Я бы скорее назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если кто-то играет не достаточно хорошо, то есть другой человек, который готов его заменить. Так что здесь есть никакой стиль? Нет, это не трамма. Так что мы видим, что против Динамо, что я могу считать на 20 игроков. Я не хочу потерять ритм, не хочу потерять качество. Мы успели не отступать гол. Мы сделали один гол, мы могли сделать другой, мы решили. Я не вижу трамма, потому что я изменю в интервале. Но я думаю, что это мой работа, чтобы исправить команду. Я называю «справь». Да, ну поэтому здесь я никакой драмы не вижу. И в принципе в матче с Динамо тоже вы могли видеть, когда я могу рассчитывать на 20 футболистов. Потому что я не хочу терять ритм, не хочу терять темп игры, не хочу снижать эти показатели. Поэтому и сегодня тоже мы не пропустили в итоге. Мы забили еще и могли забивать еще голы. Поэтому еще раз повторю, никакой драмы я здесь не вижу. Это моя работа, я ее выполняю. Я бы назвал это уважением в отношении команды. Спасибо. Пожалуйста, Роман Шлуинский и Тартас. И потом Спортэкспресс. Здравствуйте, Дэн. Сегодня Олег Ванч Романцев присутствовал на матче. Вы так его тепло поприветствовали. Успели, может быть, с ним тоже переговорить? Что знаете о нем? Насколько эта легендарная встреча, может быть, стала для вас? Я не знал, когда он вышел из campo. Потому что, если у вас есть легендарная встреча, это легендарная встреча, в любом смысле, это, конечно, у нас есть митая. И, конечно, мы говорили про это, мы говорили, что мы говорили, Я удачусь, когда он уходил с поля, но на самом деле это легенда во всех смыслах, это сразу видно, это видишь, легендарность этой личности. Перед матчем мы поговорили немного и после, когда он уже уходил с поля, тоже мы обменялись парой фраз, он пожелал удачи, не сдаваться, биться за Спартак до самого конца. Спасибо, еще вопрос, Ада, Спортэкспресс, пожалуйста, Артем Калигин. С счетной победой, вопрос, если можно, два. Первый вопрос про антропометрию игроков, это было видно не вооруженным взглядом, что у Спартака такой очень низкорослый, при этом очень подвижный, быстрый состав. Казахстан. Нет ли в этом проблемы, что соперник может использовать, играя через навесы или длинные такие верховые передачи? Поехали. Соперник, конечно, может попробовать это сделать, нет ничего такого. Сегодня я считаю, что мы неплохо сыграли на угловых и на штрафных с фланга, тоже отработали неплохо. Естественно, есть плюсы, есть минусы, но здесь я не вижу, потому что у нас есть и агрессия, и скорость, и микс этого. Поэтому и структура тоже, в том числе, возможно, не за счет Барка, но за счет Бабича, возможно, не за счет Деньковского, и за счет Никиты Чернова. Поэтому Олег сегодня тоже не проиграл практически ни одного единоборства, в том числе верхового. Да, и второй. Второй вопрос. Хотел бы попросить вас оценить дебют Маркиниуса. И небольшой вопрос в дополнение. Это футболист, который пришел по вашему приглашению или по спискам спортивного департамента? Как появилась идея вообще взять этого игрока? Да, я хотел бы попросить Маркиниус, с вами рассчитанный мисси, поскольку нашу департаменту, нашу действую, нашу департаменту, нашу департаменту, нашу департаменту, нашу департаменту. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добрый вечер! Субтитры DimaTorzok 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 точно но частично в прошлом ответе да эта тема была задета концентрация 90 минут чтобы у нас не было этих взлетов и падений стараться их избежать мысли что мы почти довели уже до победы но на самом деле это не так поэтому много хорошего было в этой игре но были эти отрицательные моменты так называемая до пустота после 70 минут и тем не менее мы сразу после матча поговорили с ребятами мы объяснились мы понимаем что в этом компоненте можно прибавить пожалуйста заключительный вопрос с победой с очень симпатичной игрой я хочу продолжить тему от романа в первом вопросе по поводу замен да в команде много квалифицированных игроков состав большой и вот на мой взгляд предыдущий тренер на этом немножко напоролся и для него это была проблемой и вот вы сказали что он вы меняете всегда можно заменить неудачно играющего игрока да вот хаусевич на мой взгляд сегодня ну очень неудачно сыграл его замена прям напрашивалась на мой скромный взгляд а вот у зинковского игра наоборот на мой взгляд получалось и они с баркопом получали большое удовольствие от игры насколько его вам было тоже легко менять в этом вопрос в общем-то апрекцию апрекцию наниси мальчика по дар си, на и сна и сюда с другом на твой взгляд две пункты си виски как и видят как я вижу я и и форси как мне лави и хаусевич но я приятно мальчика на своем отре он в этом месте и приобретении в этом случае очень сложное но в этом случае наоборот и в этом случае играет и в этом случае потому что и когда не когда на волнеду Поверь, что я не был уверен, что я не был счастлив, потому что я не был зафиг, но я не был счастлив на фазе противника, мы потеряли 4 раза в филе, и игроков, это просто 1-2, и они входят четыре раза в этом направлении, где, в первую очередь, это очень опасно, в результате 0-0. Что случилось? Я могу защищать, защищать, защищать команду, но это не меняет, я думаю, что Дзинковский, который очень важный игрок для Спартака, который делает, когда, в день, он может быть виноватом, я не знаю, как это было раньше, но я знаю, как это будет дальше, потому что я не могу базировать мои решения на то, что произошло раньше. Я работаю для сейчас и для будущего. Но, тем не менее, я должен выбирать, должен делать выбор, во время матча, иногда этот выбор непростой, и я должен защищать, в том числе, игроков, потому что, на мой взгляд, иногда излишняя настойчивость может иметь и обратный эффект для футболиста. Сегодня, к примеру, мне не нравилась игра Антона Зиньковского на фазе обороны. Там были эпизоды, когда четыре раза нас обыгрывали, там простая была ситуация, комбинация стенку, четыре раза подряд нас обыгрывали, и был момент, когда соперник опасно заходил в штрафную, и там при счете 0-0 это было. Поэтому в каких-то эпизодах мне нужно защищать, в том числе, игрока. При этом это не отменяет того, что Зиньковский – это важный для нас игрок, это тот футболист, который может делать разницу, когда у него игра идет. И сегодня была такая замена. Я не знаю, как вы говорите, что было до этого, при предыдущем тренере. Я работаю сейчас и работаю на будущее. Я знаю, как это будет дальше. Спасибо. Коллеги, буквально пару слов от себя. Известно, что после прошлого матча не стало нашего болельщика, известного журналиста Евгения Александровича. Вы все его прекрасно знали. Более 300 выездов за команду по прозвищу «Президент». Поэтому от имени пресс-службы хотелось бы сказать, что это победа и его памяти. Спасибо. Спасибо.